Всем привет! Это очередной выпуск рубрики новинки комиксов в мою коллекцию. В сегодняшнем выпуске комиксы будут из двух интернет-магазинов. Это, конечно же, интернет-магазин Лабиринт. И новое место, где я приобрел комиксы, это небезызвестный интернет-магазин Вайлдберрис. Ну а по традиции начнем, конечно же, с интернет-магазина Лабиринт. Вот такой опять же фирменный пакет. Ну и давайте уже смотреть, что же в нем за комиксы. И первый комикс, который открывает сегодняшний выпуск, это комикс Лок Джо «Кто хороший мальчик?». Это действительно новинка. Комикс вышел совсем недавно. Это лимитка, состоящая из четырех выпусков. Но самое интересное, что этот комикс я начал читать еще в 2018 году. Именно тогда начал выходить данный комикс. Он мне понравился. Я, собственно, себе его, так скажем, в голове записал в список комиксов, которые если выйдут в печатном виде, то я обязательно куплю себе его в коллекцию. Сам комикс представлен в формате ТПБшки. Само издание запечатано в пленку. Рейтинг у него, кстати, 18+. Насколько я помню, это из-за того, что там тематика ЛГБТ проскакивает в этом комиксе, так как я, насколько помню, он никакой там не кровавый, никаких там расчлененок и прочего. Но, наверное, из-за ЛГБТ тематики и поставили рейтинг 18+. Ну давайте его распакуем. Освободим, так сказать, от пленки. И да, все комиксы, которые будут показаны в сегодняшнем выпуске, будут также запечатаны в пленку. Так, давайте уже приступать к распаковочке. Надо здесь где-нибудь надрезать, чтобы не повредить, так сказать, сам комикс. Ну все, пленка легко снимается. Ну давайте поближе посмотрим на саму обложку. Вот здесь у нас авторы. За сценарий у нас отвечает Кебл Смит, художники Вилли Апоги и Охалран. Логотип Лок Джо с такой антеннкой фирменной, которая находится здесь на лбу у самого Лок Джо рейтинг 18+. Название Тома, кто хороший мальчик. И сбоку логотип Марвел. С корешка издания выглядит следующим образом. Название самого комикса, авторы. И здесь опять же изображен Лок Джо. Ну а вот так выглядит задняя сторона комикса. Опять же изображен Лок Джо. Какой-то темнокожий мальчик. Наконец-то настал Звездный час гигантской собаки. Описание самого комикса. И также какие номера входят в данную ТПБшку. Ну и давайте немного полистаем сам комикс. Ну да, здесь такая вот рекламка новой Росомахи. Здесь первая страница, на которой изображен Лок Джо. И вот этот чувачок, я забыл как его зовут. Именно с ним он будет путешествовать по мирам. Похож на какого-то такого хипстера обросшего. Ну в общем, как и понятно из названия, да, комикс будет посвящен, собственно, Лок Джо. Это такой бульдог. Член королевской семьи нелюдей. Который выступает таким, так скажем, телепортатором. Да, телепортирует как раз вот всех нелюдей в различные места, куда они скажут Лок Джо. Ну и более всего он, конечно, подчиняется именно Черному Грому. Черный Гром это вообще мой самый любимый персонаж. Именно вот из Нелюдей на втором месте, конечно же, именно Лок Джо. Сам бы себе хотел такого пса, но в принципе это, знаете, наверное, английский бульдог. Больше всего на английского бульдога похож Лок Джо. Поэтому если вы тоже хотите себе завести Лок Джо, то можете присмотреться именно к этой породе. Что касается сюжета, то здесь Лок Джо узнает, что у него, оказывается, существует родня. Собственно, вот он телепортируется на Землю, чтобы начать поиски. Также вот встречает вот этого, не помню, как его уже зовут, два года назад читал. Чувачка, который с ним будет отправляться по различным местам, также они отправятся, например, на Дикую Землю. Там встретят Казара, а его вот эту Саблезубую или Саблезубый Тигр, я не помню, какого он там пола по имени Забу. Ну и в общем, все в этом духе. Дальше я уж, наверное, вам не буду спойлерить, что будет происходить в этом комиксе. Вот как раз Дикая Земля, вот этот Саблезубый Тигр. Но если вот в целом говорить, то комикс мне очень понравился. Поэтому, конечно, рекомендую его к прочтению, особенно если вам нравится Нелюдей, как раз вот Лок Джо, как мне. Также я вот совсем недавно читал Лок Джо и Мстители Животные, что-то типа такого, Пэт Эвенджерс называется в оригинале. Там тоже Лок Джо отправляется на Землю, чтобы собрать, так скажем, команду Мстителей Животных. Там лягушка, как раз вот этот Саблезубый Тигр Казара будет участвовать, птица какая-то, птеродактиль. В общем, такая целая команда получилась из зверей. Но тут комикс какой-то был такой слишком прям детский. Именно вот Лок Джо, кто хороший мальчик, мне понравился больше. Следующий комикс это Звездные войны, том 7 Пепел Джеда. Это опять же продолжение первого рана по Звездным войнам от Марвел. На данный момент мы отстаем от оригинала на 6 томов. И также совсем недавно вышел, так можно сказать, 14-й, да, неофициальное название у него. А насколько я помню, записки или дневники Оби-Вана Кеноби. Но думаю, у нас этот том вряд ли выпустят. И вообще очень в последнее время стали медленно выпускать комиксы по Звездным войнам. За 2020 год, ну уже вот он подходит до концу. Выпустили всего лишь вот этот один комикс, что очень печально. Ну и еще анонсировали полное издание второго рана по Дарту Вейдеру. Этот комикс, так же как и Лок Джо, я уже давным-давно прочитал. Все выпуски, которые в него входят. А насколько я помню, сюда входят с 38 по 43 выпуски. Я уже дочитал до 60 выпуска. Осталось вот прочитать еще 15 выпусков и будет закончен первый ран. Для тех, кто не в курсе, существует на данный момент уже два рана по Звездным войнам от Марвел. В первый как раз входят 75 выпусков. А во втором пока вышли, по-моему, то ли 9, то ли 10 выпусков. Издание также выполнено в пленке. Насколько я помню, раньше вроде не упаковывали в пленку комиксы по Звездным войнам. Или упаковывали, я уже не помню. Ну, собственно, давайте распаковывать. Ну, давайте поближе посмотрим на само издание, на его обложку. Здесь у нас логотип Звездные войны. Да, кстати, уже именно с этого тома начинает писать Киран Гивен, который ранее писал первый ран Дарта Вейдера. То есть он сменил на посту Джейсона Аарона художник Сальвадор Ларокко. И, насколько я знаю, гуру EFX это отвечает за обложку, на которой изображен сам Люк Скайуокер. Название тома Пепел Джеды. С корешка комикс выглядит вот так. Отсутствует плашечка Марвел, которая была на первых томах. Собственно, название самого комикса. Авторы. И здесь непонятно, кто изображен. Если вы его узнали, то напишите в комментариях. Вот так и выглядит задняя сторона комикса. Небольшое описание, такой слоган. Изображена принцесса Лея, стоящие к нам спиной штурмовики. Описание данного тома и какие выпуски входят в данный комикс. Ну и давайте полистаем немного сам комикс. Здесь у нас рекламка ранее вышедшего уже Трауна, который также у меня есть в коллекции Лимитка. Звездные войны Пепел Джеды. Что-то я не помню, как зовут этого персонажа. Я его видел, но вот имя его не помню. Вот он опять же изображен. Шикарный рисунок Сальвадора Лароки. Очень мне нравятся. Прям такие, смотрите, как реалистичные. Да, у него персонажи получаются. Прям как кадр из фильма. У нас такой Люк Скайуокер. Шикарный художник. Входит в мой топ любимых художников. Как-то так, не буду уж дальше спойлерить. Здесь еще рекламка кроссовера Кричащая Цитадель. Это кроссовер между серией Звездные войны и серией Доктора Афра, которая, к сожалению, на русском у нас не выйдет. Ну а теперь переходим к заказу из интернет-магазина Wildberries. Думаю, многие в курсе, что это за магазин. Особенно сейчас, когда его рекламируют везде, где только можно. Я же об этом магазине узнал еще, наверное, в конце 2014 года. Но первый заказ сделал в начале 2015 года, как сейчас помню. Это были две футболки тематические по вселенной Марвел. Это футболка с Мстителями и футболка с Халком. Они у меня до сих пор еще есть. Вообще, у меня очень много всяких различных таких тематических футболок. Даже можно снять целое видео. Так что, если интересно, то пишите в комментариях, нужно ли снимать вот такой вот видос, где показать все свои футболки по различным, так скажем, вселенным. Да, там, супергероикой не только. Ну и Wildberries вообще сейчас превратился в такой некий маркетплейс, в котором не только они сами торгуют, но и различные другие компании. То есть, все что угодно можно покупать, начиная вот от одежды, заканчивая всякой техникой, электроникой и прочими товарами. И вот, собственно, даже комиксы не так уж и давно начали продавать. А, собственно, в этом пакете у меня и комиксы, и также пару футболок. Не знаю, может, в этом видео как раз и покажу, что за футболки. Так что смотрите до конца. И первый комикс, который попадает мне в руки, это комикс под названием «Спаун. Книга первая». Но думаю, что такой персонаж, как Спаун, не нуждается в представлении. Данную серию комиксов у нас начали выпускать, насколько я помню, в 2016 году. Из-за такого большого количества времени выпустили всего лишь три книги. Насколько я помню, в оригинале вышло около 20 вот таких томов. Ну, думаю, что у нас вряд ли закончат полностью данную серию, потому что давным-давно выпустили третью книгу, и с тех времен пока никаких нет новостей. Но самое интересное, это, собственно, стоимость данного комикса. Обошелся мне этот комикс, внимание, всего лишь за 414 рублей. И перед тем, как заказать, я посмотрел, сколько он стоит в других интернет-магазинах. И самая такая низкая цена, которую я нашел, была, по-моему, 990 рублей. Где-то даже были за 1190 рублей. И даже дороже. Конечно же, пройти мимо такого предложения я не мог. Но единственное, я допустил ошибку, то, что не заказал сразу все три книги, потому что все три тома стоили одинаково по 414 рублей. Я решил для проверки заказать сначала одну книгу, посмотреть, в каком состоянии она мне придет. Ну, а потом заказать и другие две. Но тут я и сделал эту ошибку, потому что не заказал сразу. Буквально через какое-то короткое время цена изменилась на более высокую. Ну и давайте, собственно, распакуем само издание, посмотрим, что же нас там ждет внутри. Все, естественно, новенькое, в пленочке. Даже вот какая-то наклейка. Сама, кстати, обложка такая полуматовая, полуглянцевая, насколько я понимаю. Сам вот этот рисунок, да, спауна, вот этого персонажа, насколько я помню, так клоун, который был, превращался в такого вот типа монстра. Но вот здесь все матовое, тоже логотип глянцевый, черепок, глянец. С корешка издание выглядит следующим образом. Логотип Excel Media. Кто издает у нас в России название комикса, спаун. Естественно, автор неизменный Тодд Макфарлейн. И циферка 1. Вот так выглядит задняя сторона комикса. Здесь такая, как знаете, панорамная обложка у этого комикса. Здесь автограф Грега Капула, известного художника. Но у нас в России он известен, наверное, более по комиксам про Бэтмена из Нью-52, с авторствой, со Скоттом Снайдером. Также здесь описание, логотип Excel Media, Image и Тодд Макфарлейн. Ну и давайте немного полистаем само издание. Посмотрим, что тут есть интересного. Да, кстати, помимо Тодда Макфарлина, здесь еще и писал в выпуске сам Алан Мур, Нил Гейман. Очень даже это интересная информация. Возрастной рейтинг у комикса 16+. Вот такой интересный логотип Image. Номер 1 мая 1992 года. Кстати, мы со спауном почти ровесники, только я вот где-то на полгода старше получается. Вот у нас сам спаун. Такой рисунок у комикса. Ну, мне, кстати, нравится рисунок. Ну, если бы мне не нравился рисунок, я бы просто не купил этот комикс. Даже там за 414 рублей. Если мне не понравится рисунок, то неважно, сколько будет комикс, я его все равно не куплю. CNN даже тут у нас, типа, канал. Кстати, вот этот именно клоун, который был в фильме 1997 года, насколько я помню. У меня была даже такая игрушка в детстве, когда я ходил еще в детский сад. Именно вот такой клоун. У него так была еще интересно сделана голова. То есть, изначально вот такая голова клоуна. Потом ее как-то так переворачиваешь, и у него становится голова именно вот такого монстра. Такая немаленькая была фигурка. Уж не помню, куда она у меня пропала, но вот. Со спауном я знаком еще с раннего детства, так скажем. Естественно, я тогда не знал, что это персонаж комиксов там и так далее и тому подобное. Уже это потом узнал. Но в детстве мне он очень нравился, особенно фильм спаун. Сейчас, конечно, он смотрится, ну, так себе. Также еще выходил мультсериал спаун. Такой довольно-таки мрачный. Ну, в общем, спаун мне очень нравится. Самое интересное, что у этого издания еще сделана вот такая... Сейчас вам покажу. Такая как закладка. Прикольная, красная. Вот, видите, такая штучка. Оп. Чтоб оставлять там, где вы закончили читать. И начинать именно с этого места. Также удобно, что пронумерованы все страницы. И тут получается у нас больше 300 страниц комикса. Также вот дополнительных материалов еще много. Черно-белые всякие наброски. Цветные наброски. В общем, сделано, конечно, издание очень добротно. Ну, а самое вкусное и самое интересное я оставил, конечно же, напоследок. И это шикарное издание комикса «Бэтмен проклятый». Данный комикс, как и другие комиксы из сегодняшнего выпуска, я также уже давно прочитал. И не только прочитал, и даже уже успел сделать обзор. Но кто на меня давно подписан, думаю, видел обзор на комикс «Бэтмен проклятый». Также я в том обзоре рассказал про линейку Black Label, что она из себя представляет. И теперь приобрел это издание для коллекции. Ну, знаете, я его расцениваю более даже не как комикс, а как артбук. То есть, да, сюжет у него, конечно, неплохой, читать интересно, но не прям такой шедевральный. Да, что там лучший сюжет про Бэтмена. Но рисунок, конечно же, это просто произведение искусства. Его рисует Либер Мехо. Опять же, один из моих любимых художников. Раньше у нас уже также выходил комикс «Бэтмен Ноэль», который и писал Либер Мехо, и рисовал. Что касается цены, то данный комикс я купил всего лишь за 523 рубля. Я считаю, это очень выгодное предложение. Опять же, перед заказом посмотрел, сколько он стоит в других магазинах. Ну и самая низкая цена, которую я увидел, это, по-моему, 850 рублей. Где-то там и 1000 стоил. Помимо «Бэтмен проклятый», по такой же стоимости продавалась еще одна из таких новинок. По DC это «Заражение». Тоже прикольный комикс. Опять же, я допустил ошибку, что не заказал его сразу. Буквально там, опять же, через короткое время стоимость изменилась на более высокую. Также там была «Лига справедливости против отряда самоубийц». Что-то там около 500 рублей стоило. Также продавались тома «Бэтмена» из DC Rebirth. Около пяти томов там, что-то за 350 рублей. Тоже в твердой обложке. Но как-то «Бэтмена» я не особо хотел покупать. Именно вот эти все тома. Но «Бэтмен проклятый» упустить, конечно, я не мог. Как вы видите, издание также в пленке. Давайте его, так скажем, распакуем. И посмотрим уже без пленки. Так, освободил я его от пленки. Также здесь присутствует суперобложка. Само издание пришло в идеальном состоянии. Никаких царапин, вмятин. Ну и давайте заглянем, конечно же, внутрь. Посмотрим, как издание выглядит без суперобложки. Здесь у нас матовая обложка. «Бэтмен проклятый». Панорама города Готэма. Давайте немного полистаем. Посмотрим на шедевральный рисунок Либермахо. Опять же, проклятый. Ну вот у нас сразу первый кадр с «Бэтменом», который лежит в карете скорой помощи, получивший сильнейшее ранение. Да, он из машины выпрыгивает. Но об этом я всем рассказывал в обзоре на данный комикс. Но рисунок, конечно, отпад. Как же мне нравятся работы Либермахо. Он и «Бэтмен Нойль» рисовал. По-моему, Джокера. Лекса Лютера. По-моему, даже Джокер выходил на русском языке, насколько я помню. Как я говорил, просто можно, как знаете, как артбук, да, смотреть данное издание. Также у нас тут появятся участники, так скажем, «Темной Лиги Справедливости». Константин, «Дэдмен», насколько я помню. «Чародейка» или как ее там называли из «Отряда самоубийц» фильма, который... Ладно, больше уж не буду вам тут спойлерить. Сейчас посмотрим, может, какие-нибудь дополнительные материалы есть. Да, здесь обложки разные. Так, там, наверное, будет спойлер, не буду показывать. Даже вот такие мышцы Бэтмена показаны. Давайте посмотрим, что там сзади. Без суперобложки. Ну и опять же, панорама города. Такой, как в огне. Ну и бонусом еще покажу тематические футболки, которые я также заказал на Wildberries. Пришли они вот в таких пакетах. Ну и давайте посмотрим на них по отдельности. И первая футболка у нас – это футболка по тематике... Ага, это по тематике мультфильма «Король Лев». Или даже «Тимон и Пумба». Собственно, с персонажами, да. Это «Пумба и Тимон». Такая надпись «Пауза». В общем, это все фирменно лицензировано Disney. Так, вот у нас логотип Disney от бренда «Твое». Взял я на свой рост 184 см размер L. То есть 50-й на русском. В общем, вот такая футболочка. Отличное качество. Принт тоже отлично сделан. Я уже не в первый раз беру на футболке от бренда «Твое». То есть для меня это, знаете, как цена-качество. То есть ты не переплачиваешь особо за бренд и получаешь неплохое качество, которое там не полиняет, не сядет, не сотрется принт. То есть годами можно носить. В общем, вот такая футболка. Как вы видите, да, здесь у нас фирменная, лицензированная, так скажем, не пиратская. Вот такая футболка с моими самыми любимыми персонажами. вселенной, так скажем, «Короля-Льва». Об этом я уже много раз говорил. В обзоре как раз на Blu-ray-издание «Трилогии Короля». Что это самые мои любимые персонажи. Обожаю я мультсериал «Тимон и Пумба». По-моему, до сих пор даже есть видеокассета с первыми сериями этого мультсериала. И вторая футболка у нас также по мультсериалу. Но по мультсериалу, как вы можете видеть, мультсериал «Том и Джерри». Тоже мультсериал из моего детства. У меня также, по-моему, есть кассета с первыми сериями, там, 40-х, 50-х годов. В детстве я очень любил смотреть «Том и Джерри». Как сейчас помню, там, серии про мушкетёров что-то было. Как «Том попал на необитаемый остров», где его потом Джерри варил в каком-то котле. Также серия была, где «Том покрасил сына бульдога». Ну, кто смотрел «Том и Джерри», помнит, там был такой бульдог. У него был сынок. Ну и, собственно, «Том его покрасил». И тот потом за ним бегал всю серию. В общем, вот такая тоже прикольная футболочка. Тоже вот так здесь ещё интересно сделано. Это вот не краска белая, это специально сделали, так скажем, под старину. То есть там я в отзывах читал, что многие жаловали, что типа, почему такой плохой принт. Но, как оказалось, это именно вот такая задумка. Такой как бы ретро-логотип сделать. Ну вот размер. Также я взял «Л». Всё тоже лицензированное. Тут даже ещё отдельная такая блямбочка есть. «Ворнер Бразерс». Да, с персонажами «Том и Джерри». Как раз вот этот бульдог, про которого я уже упоминал. Ну вот и всё, что было в сегодняшнем выпуске. На этом у меня всё. Спасибо за просмотр. Всем пока!